Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для таппинг-симулятора. Получить скрипт можно очень просто на моем личном сайте, значит переходим на него по ссылочке в описании. Перед этим копируем название самого режима. Далее заходим на сайт. Кто не знал, у меня уже появился сайт, работает больше недели, напомню. Также, если вам не сложно, прошу вас нажать на какую-то из этих реклам хотя бы один разочек. Это сделано для того, чтобы сайт поддерживался, работал, функционировал и выходили новые обновления. Потому что сайт, как вы знаете, это тоже стоит денег, то есть это все не бесплатно делается. Я специально для вас все упрощаю, а взамен, я думаю, вы сможете нажать хотя бы разок на рекламу. Вот, либо же просто ее посмотреть, не нажимая на нее, как вам удобно. Ладно, давайте переходим к скрипту. Значит в поиске пишем таппинг-симулятор. И пока что на сайте есть два скрипта, так как режим новый пока что больше нет. Буду показывать в этом видеоролике первый скрипт по счету. Нажимаем на кнопочку скачать. Ждем пока загрузится. Далее еще раз скачать. И вуаля, появляется скрипт. Не нужно никуда переходить и так далее. Просто на сайте получаете сразу же скрипт. Также на сайте заходим в эксплойты. И скачиваем любой из этих двух эксплойтов, какой вам больше нравится. Сразу скажу, что сплэш с ключом, стар без ключа. Так, давайте протестируем теперь этот скрипт. Значит буду использовать стар. Вставляем скрипт в чит. Нажимаем на кнопочку inject. Скрипт работает на DLL от VR Devs. Так что не обязательно использовать Cranel. И как видите у меня открылось пустое окошко и ничего не происходит. Что в этом случае нужно делать? Нужно на нижнюю панельку компьютера навестись на иконку Роблокса. И через крестик закрыть эту панельку. Далее нажимаем еще раз на кнопочку inject. И со второго раза всегда получается заинжектиться. Все, отлично. Она пропала, значит мы заинжектились. А далее что нам нужно сделать? Нажать на кнопочку excute. И ждать пока загрузится скрипт. Все, вот он появился. Значит здесь естественно все самые основные функции есть. Которые есть в этом режиме. Начнем давайте с автокликов. Как видите функция работает. Отлично. Также есть автореберсы. Давайте посмотрим на сколько реберсов у меня хватает. Ну в принципе можно быстренько накопить на 5 реберсов. Значит где select реберсов выбираем 5 реберсов. Далее это закрываем. Включаем функцию реберсов. И включаем автоклики. Сейчас нам накопит нужное количество монет получается. И после этого сделает 5 реберсов. Как видите отлично. Реберсы сделали, все работает. Идем дальше. Автооткрытие яиц. Вот эту функцию я не проверял. Но по идее должна работать. Тройное открытие значит здесь есть. Давайте посмотрим за геймпассы это или нет. Да, это за геймпассы. Окей. Значит. Заходим в music. И нажимаем на кнопочку get game passes. Также можно нажать на кнопку redemnit coders. Если они работают вообще здесь. Все. Отлично. И теперь проверяем. Смогу открыть 3 раза. То есть тройное открытие яйца использовать или нет. Так. Что-то мне пишет то, что не хватает. Но кстати функция уже более-менее как работает. Если не ошибаюсь. Только не понимаю почему мне не хватает. You need more tabs to purchase this egg. Типа нужно больше кликов что ли. Не понял. Странно. Это как-то работает. А здесь могу? Нет. А один раз? Один раз получается. Ага. Все-таки тут наверное какая-то проверка стоит. На покупку геймпассы. Или что-то такое. Может быть и нет. Ладно. Давайте сейчас тогда это проверим через сам скрипт. Как это работает. У меня в принципе хватает на яйцо, которое стоит 2500 монет. Называется оно кстати как? Название кстати не написано. К сожалению. Ну ладно. Будем сами тогда искать. Где select egg? Открываем эту панельку. И выбираем здесь яйцо. Скорее всего это wood. Потому что больше похоже на дерево. Скорее всего это то яйцо, которое нам нужно. Далее включаем auto open egg. Да. И оно открылось. Как видите открывается сразу без анимации. В принципе очень удобно. И открывается довольно быстро. Так. Поэтому не прибавились. Да. Даже выпал легендарный. Нифига себе везунчик конечно. И давайте попробуем теперь тройное открытие использовать. Не знаю сработает оно или нет. Ну. К сожалению как видите не работает. Возможно в дальнейшем скрипт улучшит. И тройное открытие будет работать. Потому что оно выдалось. Но почему-то не открывается. Вот. Так что ладно. В принципе не суть. Самое главное то что. Открытие одного яйца работает. И работает без анимации. И довольно быстро. Давайте в принципе откроем на все монеты. Может быть. Еще какая-нибудь лего выпадет. Все. Отлично. Потратил все монеты. Монеты которые у меня были. И леги. И леги к сожалению не выпало. Ладно. Одеваем значит самых сильных. Включаем автоклики. Ну и намного быстрее стал фармить монеты. Как видите. Далее. Идем. Что у нас еще осталось. Local Player. Это получается настройки для игрока. То есть можно сделать больше скорость. Как видите я стал намного быстрее бегать. Low Speed. Это я не знаю что это честно такое. Давайте включим. Ага. И сейчас у меня походу вылетит. Да. Не нужно значит было эту функцию включать. Фигово. Все зависло. И ничего не происходит. Окей. Значит я думаю вы запомнили то что эту функцию лучше не включать. Ну далее смотрите что там осталось. Вот получается прыжок. Это высота прыжка. Далее Low Jump Power. Это получается тоже какая-то функция. Скорее всего с нее у вас почему-то вылетит. Но не факт. Может быть вылетать и не будет. Infinity Jump это получается бесконечный прыжок. Функция по идее должна работать. Но я не проверял. И там снизу какая-то еще функция осталась. В принципе я думаю вы сами сможете ее проверить. Settings там в настройках. В настройках находится скорее всего изменение цвета GUI. Или что-то подобное. В принципе не суть. Особо показывать я думаю там нечего. Все основные функции показал. В принципе на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами как всегда был Айсбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.